Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за предоставленную возможность выступить. Я впервые на вашем конгрессе. И все-таки хотел бы, наверное, поделиться взглядом уролога, больше в какой-то мере онкоуролога, на проблему гормонозаместительной терапии у пациентов с раком предстательной железы. Да, это проблема дискутабельная, проблема до сих пор нерешенная, но, тем не менее, я думаю, что живой интерес у вас возникнет, и вы немножечко отдохнете от PD-L1, PD-1, микро-РНК и всех остальных вещей. К сожалению, конфликта интересов у меня нет. С чего началась терапия тестостероном? Это было такое значительное и знаковое событие, когда 1 июня 1889 года 72-летний французский физиолог Чарльз Эдуард Броун Сикард сообщил, что он ввел в себе вещество, извлеченное из яичек собак и морских свинок. Он отметил, что это вещество увеличило его физическую силу, интеллектуальную нагрузку, удлинили дугу мочи и так далее. Но медицинское сообщество в то время, Венское, неоднозначно приняло его лекцию, и они сделали такой вывод, что лекция и доклад профессора является живым доказательством того, что профессорам после 70 лет не нужно выступать. Далее не менее интересный персонаж в 1918 году, тюремный врач тюрьмы Сан-Квентин Лео Стэнли, он начал пересадку яичек от казненных заключенных, утверждая, что это все восстанавливает их потенцию и здоровье. Далее по этическим соображениям он тестикулы заключенных поменял на тестикулы крупного и мелкого рогатого скота, и в 1935 году уже непосредственно был выделен тестостерон. И началось активное увлечение тестостероном. Тестостерон используют для лечения рака молочной железы, увеличения мышечной массы, лечения гомосексуализма здоровым мужчинам в качестве профилактики преждевременного старения. И есть дохожее мнение, что тестостеронозаместительная терапия, по мнению ряда авторов, это все-таки является неким родом медикализации старения, и ничего не дает этим пациентам. Тем не менее, исследования в этом отношении продолжались, и я скажу, что эти исследования, если читать вдумчиво, то и сторонники тестостеронозаместительной терапии, и противники тестостеронозаместительной терапии, они могут найти те вещи, которые подтвердят или убедят их в том, что они будут правы. Итак, 156 клинических исследований. Авторы не нашли улучшения даже в доменах сексуальной эректильной функции по сравнению с плацебо. Это огромный труд, он там представлен более чем на 40 страницах. Следующая работа Анасане, она уже проанализировала 6 систематических обзоров, доступных для тестостеронозаместительной терапии. Чтобы поняли, объем проделанной работы – это свыше 29 тысяч абстрактов и статей. Причем полноценных статей – это около 900, почти тысяча. И авторы сделали вывод, что для того, чтобы оценить все преимущества и все негативные влияния на тестостеронозаместительной терапии, в каждой выборке должно быть не меньше, чем 17 тысяч участников, что реально в настоящее время недоступно. И те рандомизированные клинические исследования, которые есть, они вряд ли могут похвастаться более чем 500 человек. Тем не менее, огромное финансовое лобби, если в 2012 году тестостеронозаместительная терапия занимала приблизительно оборот, составляя приблизительно 2 миллиарда долларов, то к 2017 году уже превысило 5 миллиардов долларов. И ясно, что существует некое лобби, и мы должны критически относиться к тем статьям, которые выходят. Почему? Потому что, если мы посмотрим в конфликт интересов, то большинство из этих статей все-таки они спонсированы фармацевтическими фирмами. Так, у нас встает вопрос, может ли тестостеронозаместительная терапия вызывать рак предстательной железы, и безопасна ли она? Мы знаем, что рост рака предстательной железы, он зависит от тестостерона. И те исследования, которые имеются в настоящее время, они сообщают, что гипогонодизм связан с более низкой частотой рака предстательной железы. В то же время, если имеется рак предстательной железы у гипогонодного пациента, он, как правило, имеет более агрессивную структуру и более высокий балл по глиссну. Тем не менее, здесь представлены обзорные работы, которые говорят о том, что нет прямой связи между раком предстательной железы и гормонозаместительной терапией. Здесь еще одна достаточно крупная статья, о которой оценивалась эффект тестостерона на развитие рака предстательной железы. Также не были подтверждены данные о том, что терапия тестостероном не увеличивает риск развития рака предстательной железы. И в недавнем метаанализе не наблюдалось повышенного риска ухудшения IPSS и выявления аномальных уровней ПСА и развития рака предстательной железы. И вот эта терапия тестостероном, она, конечно, подтолкнула к исследованию биологии рака предстательной железы, биологии адрогеновых рецепторов. И такой достаточно рьяный пионер и новатор в отношении тестостеронозаместительной терапии Абрахам, он предложил ту теорию, которая называется теория насыщения, когда вне зависимости от уровня тестостерона в крови действующее количество тестостерона будет составлять приблизительно всего 200-240 нг на мл. Можем ли мы назначать тестостерон пациентам с раком предстательной железы? Если мы обратимся к истории, опять же, в 1941 году Чарльз Хагенс, его основополагающая работа, он исследовал рак предстательной железы и влияние на этот рак предстательной железы препаратов эстрогенов, кастрации и инъекций андрогенов. И, естественно, эта работа продемонстрировала, что снижение тестостерона путем хирургической или химической кастрации инъекций эстрогенов вызывает значительный регресс рака предстательной железы. И первая серия пациентов включала приблизительно 21 пациент, и только 4 из них прожили более 12 лет. Тем не менее, это явилось таким огромным прорывом в лечении рака предстательной железы, за что в 1966 году он был удостоен Нобелевской премии. И после этого в головах урологов, онкоурологов сформировалось четкое представление, что тестостерон является пищей для голодной опухоли. Именно по этой причине в 2001 году Национальный раковый институт, тогда его возглавлял Эндрю, Эйшенбах, он отказался от проведения исследований по тестостеронзаместительной терапии, объясняя это тем, что это может вызывать и стимулировать рак предстательной железы. Тем не менее, те работы, которые имеются на сегодняшний день, сравнивающие тестостерон и назначение тестостерона у пациентов с раком предстательной железы, здесь они представлены, работа 2004 года, 2005, 2009. К сожалению, достаточно маленькая выборка, в одной выборке 7 пациентов, максимальное количество пациентов 103, и во всех работах не было продемонстрировано того, что увеличивается частота биохимических рецидивов. Эти работы были посвящены, естественно, пациентам с раком предстательной железы низкой группы, которым выполнена радикальная простатоктомия. Также был ряд работ, сравнивающие назначение тестостеронзаместительной терапии у пациентов после лучевой терапии, где также не было выявлено какого-то пагубного влияния. И, как я уже говорил, Абрахам Маргенталер, который является таким очень резким в этом отношении пропагандистом тестостеронзаместительной терапии, он даже назначал тестостерон пациентам, которые находились в активном наблюдении и также активно использовал и не нашел каких-то негативных влияний. Чтобы вы поняли, насколько агрессивно лобби и насколько активно американская публика использует тестостерон, здесь я представлю несколько слайдов с самой лекции Абрахама Маргенталера, где он приводит такой клинический пример. Пациент 94-х лет возраст, ученый, Глиссен 8, есть костные метастазы, 6 месяцев он находился на андроген-депрессионной терапии, которую закончил. Уровень простатоспецифического антигена на тот момент составил 500 мг на мл. После беседы с пациентом он активно наставил на тестостеронзаместительной терапии и он ее назначил. И этот пациент, которому уже 95 лет, он чувствует себя хорошо, у него нет проблем. В то же время мы видим, какую имеется огромная прогрессия по уровню простатоспецифического антигена 1300. И якобы этот пациент, со слов этого Маргенталера, обратился к нему, чтобы он продемонстрировал его фотографию. Тем не менее, у нас есть жесткие рекомендации. И можем ли мы все-таки использовать тестостерон у пациентов с раком предстательной железы? Да, можем. Да, это должны быть высоко мотивированные пациенты. Да, должны пациенты понимать и принимать все риски. И если говорить о назначении, еще раз, пациентов с раком предстательной железы, это должны быть в первую очередь пролеченные пациенты низкой группы риска, у которых время с момента лечения до назначения тестостерона должно пройти не меньше, чем один год. Таким образом, однозначно тестостеронозаместительная терапия противопоказана пациентам с метастатическим и местно распространенным раком предстательной железы. И эта тактика обсуждается в группе пациентов, пролеченных низкой группой риска. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Ни разу. Ни разу. Ни разу. Я скажу, что наш рынок тестостеронозаместительной терапии достаточно слаб. Есть предъективы. И я занимаюсь радикальной хирургией ракопредстательной железы. Ко мне ни разу не обратился ни один пациент, который бы сказал, знаете, у меня андроген-дефицит, назначить мне тестостерон. Фалопротезы – да. Активно ставим, нравится, но тестостеронозаместительной терапии – нет. С Каличенко пообщайтесь, и тогда вопрос решен. Можно еще один? Да, просто. Можно я скажу, что в прошлом году исследование прочитал по поводу того, что 70 пациентов с остатки стенок, которые в России в Америке, получили собственную терапию тестостерон. И они даже лечебную терапию тестостерон получили хороший клинический эффект. Хотелось бы слышать ваше мнение. Нет, это и была работа Моргенталера, в которую входил вот этот пациент. Да, и эта работа, там не было хорошего клинического эффекта. Они просто продемонстрировали, что после этого они имели ответ на вновь назначенную гормональную терапию. То есть, там не было ответа. Там просто они говорили о том, что можно вернуть чувствительность к остационной терапии за счет… Да, с андрогеном. Продления там тоже не было. Нет, там только единственный факт, который они описали, естественно, это работа так кричащая, поэтому ее интерпретируют уже как-то может, да. А факт только один был. Да, причем да, мы назначаем гормоны, потом их отменяем, в общем, поэтому тут ответ… Конечно.